Вот видите, у нас симпатичная молодая женщина. По-моему, на экранах это видно. Сейчас видно Константина, вот видно. Речь идет о том, что вчера задавал вопрос, такой, ну, были вопросы в чате. Вопрос был о том, можно ли, скажем, программа для пожилых, совсем пожилых людей, которые, ну, с помощью определенных техник, технологий смогут обратить процессы старения вспять. И удивительным образом, вот только вчера задал такой вопрос, вот такая информация появилась. Но дело в том, что почему это все происходит? Есть, конечно, искусственные методы, есть, конечно, техники. В одной из них мы сегодня будем присутствовать, и у нас будет определенная медитация на эту тему. Но, тем не менее, как-то так получилось, что в мире происходят какие-то, вот сейчас в наше время, какие-то совершенно удивительные вещи. Происходят, в частности, вот эту вот молодую женщину, которую вы видите на своих экранах. Ну, не знаю, можно ли в это поверить, но ей, ну, ей 97 лет. То есть, это просто что-то невероятное. Вот. Роза Фарони ее зовут. И вот ее, она описывается, что она начала молодеть. И вот она не стареет, вот дожившая до 97 лет. В общем, ее, естественно, перестали узнавать знакомые, путая ее не только с дочерью, а, полагаю, там написано, что можно ее путать с внучкой. И сейчас она шутит насчет того, что если решит забеременеть, не смешно ли будет рожать, когда на пороге 100-летний юбилей? При этом, как отмечают геронтологи, она помолодела не только телом, но и умом. Все ее данные моложе ее паспортного возраста, как минимум на 70 лет. То есть, получается, что если минимум на 70, 97 отнимаем 70, она на 27 лет, ну, вроде бы, как и выглядит. Вот. А имеет острый ум, прекрасную память. Сразу видно, что зубы у нее вставные, как у всех в ее, не только в возрасте, она 30 лет, которая моложе уже. Прекрасная память, физическая форма. Всю свою жизнь она никогда, заметьте, не соблюдала никаких диет, не вела правильный образ жизни, курила и пила. Это настоящий феномен. Вот теперь после этого говори о том, что это...